Новый год Ничто не дается легко, труд и трудно, слова одного корня. Мы все понимаем, находясь сейчас на пороге новых дел. Первый день Нового года, будет и второй день, и десятый, и сотый. Будет также величава и спокойна в своем величии Красная площадь. Будет жизнь во всем своем многообразии. Какую видится она впереди каждому из нас. Вот говорят, что жизнь прожить не поле перейти. Конечно, хочется, чтобы поле твоей жизни было плодородным. Так можно сказать? Безусловно. Прошедший год знаменателен тем, что в нем состоялся 26-й съезд нашей партии, который утвердил программу мирного созидательного труда. И можно смело сказать, что основная идея этого съезда – это все для блага человека, все во имя человека. Основной задачей нашей советской политики является укрепление мира во всем мире. Для меня прошедший год также знаменателен тем, что свои социалистические обязательства выполнил к 64-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Разработал и внедрил 17 рационализаторских предложений. Ну, задачи на 1982 год. Они, конечно, четко определены ноябрьским пленумом Центрального комитета коммунистической партии в сессии Верховного Совета. И ясно сказано в нашем новогоднем приветственном поздравлении. Социалистические обязательства и планы на 1982 год очень напряженные, но выполнимые. И я считаю, что активные и творческие усилия всего нашего советского народа позволят с честью их выполнить. Ну и пользуясь случаем, конечно, таким представившимся, хотелось бы поздравить с наступившим Новым годом родных, близких, знакомых, всех советских людей. И пожелать им самого главного – мира во всем мире. По доброй народной традиции Новый год начинается праздничным днем. А значит, все праздники, которые впереди у нас, товарищи, должны венчать наши рабочие будни, успешно отданные труду. Так было, так будет.